Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он у меня Извини Я подумала, что оставила его Надо же О чем ты говоришь? Мы же делали все вместе Хорошо Позвони мне после того, как подпишут документы Здравствуй, Бенну Здравствуй, Шехризат Добрый день, Керемби Здравствуй Держи булочки, это тебе Здорово, большое спасибо Присаживайтесь, что вы стоите? Я просто привез Бену, мне нужно ехать А вы уедете, не выпив кофе и не отведав булочек? А тебе кофе не положен, только чай Вы будете пить ароматный кофе, а я всего лишь чай? Именно Михрибан не с тобой? Нет, она отошла, скоро будет А Нур уже дома? Нет, еще не вернулся Садитесь, я сварю кофе Керем Дай я хоть понюхаю, как он пахнет Выпей глоток, ничего не будет Тебе же хочется Прелесть После родов буду кружками пить кофе Держи Как Анша, Хризет? Хорошо Правда, все утро жаловался мне, что соскучился по папе Давно я не видел нашего сорванца А Нур не сообщил тебе, когда вернется? Я звонила, но телефон был выключен Наверное, Нур на совещании А вы придете на вечер? Куда? Фолдинг Джетере отмечает юбилей на КШТП Я об этом не знала, Керембей А Нур ничего не сказал Аллах, Аллах А Кына и А Нур большие приятели Нельзя пропустить прием у А Кына Как А Нур мог забыть? Он не звонил вам? Я был очень занят в холдинге Мой телефон был у Нурхаят Ханым Так что он не смог бы связаться со мной Мне пора идти У меня много дел Оставляю вас наедине Когда мне тебя забрать? Я позвоню тебе, когда мы закончим Хорошо, Шахризет, когда А Нур объявится Напомни ему о вечере, а то неудобно перед А Кыном Напомню, всего доброго Шахризет, большое спасибо У тебя столько дел, а ты нашла для меня время О чем ты? Я рада твоему предложению вместе взглянуть на проект Интересно, как обстоят дела с башнями Азии АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что случилось? У тебя порвалась туфля? Можно я посмотрю, Нелюфер? Позволь-ка. Дай. Отстань! Нелюфер, дорогая, почему ты плачешь? Не плачь. Мы купим тебе новые туфли. Пусти. Что с тобой? Иди ко мне. Я совсем не нужна тебе. Ну что? Уходи, уходи! Дочка, дай мне немного муки. Сейчас. У нас есть орехи? Айше, мама спросила, есть ли орехи? Давно кончились. Ай, Аллах, что же теперь делать? Попросили бы купить. Я хочу приготовить манты с орехами. Добро пожаловать на Диде Ханэм. Немет, возьми это. А где Айше? На кухне. Ой, сколько вы всего накупили. Ты же видишь, сколько у нас в последнее время гостей. Верно. У нас снова неспокойно. Гости перевернуло все вергном. Айше наводит порядок. А кто приехал, Немет? Нериман Ханэм. Опять? Как быстро время летит. Только этого нам сейчас не хватало, Немет. Да уж. Дочка, пожалуйста, клади побольше мяса, этого мало. Мама, я привыкла столько класть. Чем больше ты положишь в манты мяса, тем вкуснее. Здравствуй, Нериман. А, добрый день, Недиде. Здравствуйте, мама. Здравствуй. Что же ты не предупредила, что приедешь? О, зачем? Я подумала, сделаю сюрприз. Ты чем-то недовольна? Нет, просто мы бы встретили тебя. Ты ведь знаешь, я легка на подъем. Села в автобус и доехала. Я приготовлю для брата Бурхана такие вкусные манты, что он пальчики оближет. Мамины манты прославились на весь кайсере. Ты поторопилась, Бурхан Бей, на диете. Ему нельзя манты. А, ничего, дорогая, дети съедят. Немет, слушаю вас. Дочка, приготовь Бурхан Бей ужин, положи побольше овощей. Айше, когда приберешься на кухню, будь добра, поставь чай. Да, Неде Ханэм. Бурхан Бей, на складе больше нет дубленок. Как это больше нет? Разве вы не делали подсчет на прошлой неделе? Это моя ошибка. Признаюсь, я забыл подсчитать товар. Что значит забыл? Ох, Али Кемали. Пожалуйста. Мне надоело на тебя кричать, отчитывать тебя. Несмотря на все мои увещевания, ты совершенно не меняешься. Сынок, что мне с тобой делать, скажи мне? Прошу вас. Ты знаешь, папа, на прошлой неделе я ничего не соображал. Не проходите мимо. Тебе пора собраться с мыслями, сынок. Так или иначе, вы поженились. Айсу, твоя жена, ты должен о ней заботиться. И обходись с ней, как подобает, сынок. Тогда будет и к тебе хорошее отношение. Понимаешь? Твои дочери с тобой. Мы взяли и твоего сына. Но, Диде Ханым и я изо всех сил стараемся, чтобы у тебя была семья. Мы ведь не вечные. Как ты не осознаешь, Али Кемаль? Если не соберешься с мыслями, тебе и деньги не помогут. Все твои капиталы утекут, как вода. Новая коллекция... Не успеешь оглянуться, как окажешься на мели. Таких случаев хоть отбавляй. Немало нерадивых детей по глупости своей растронжирило наследство родителей. Большой выбор кожаных сосудов. Очнись, сынок. Подумай о своих детях. Не проходите. Только у нас. А Нур, где ты? Я в Измире. Но скоро вернусь, уже выезжая. Что ты делаешь в Измире? Ты не говорил, что поедешь туда? У тебя что-то случилось? Нет, нет, все хорошо. Ты со мной не поделишься? Кирем, мне неудобно говорить. Я перезвоню тебе. Хорошо. Жду звонка. Увидимся. Увидимся. Туфли не жмут? Неа. Идем. Ваш кофе, Эфенди. Спасибо, Нур Хаятханэм. А Нур Бей случайно не сказал вам, когда он планирует вернуться к Кирем Бей? Мне надо составить расписание его встреч. Нет. Вижу, он и вам не сообщил. Нет, Эфенди. Вам еще что-то нужно? Ничего, спасибо. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Съешь печенье. Мне нужно поговорить, дорогая. Подождешь меня? Я скоро вернусь. Кирем? А Нур? Ты меня заинтриговал. Расскажи, что происходит. Расскажу, Кирин. У тебя какие-то проблемы? Не то слово. Что случилось? Говори же, не томи. Ты же помнишь Ниль, мою бывшую невесту? Разумеется. Почему ты ее вспомнил? Она погибла. В прошлом месяце в аварии. Как печально. Сочувствую тебе. Очень. И? Когда мы расстались, Ниль была беременна. Так? Я просил ее сделать аборт, но она не послушала. Что? Появилась девочка. Нильюфер. Сейчас ей девять. А Нур, что ты говоришь? Я сам потрясен, Кирин. Ты не представляешь, что я чувствую. Откуда тебе это известно? Ты видел ребенка? Я везу девочку в Стамбул. Что ты делаешь? А Нур, ты сошел с ума? А как мне быть? Ладно, поговорим, когда приеду. Вам что-нибудь еще угодно перед эханым? Фердевс, посиди со мной. Что это? Открывай. Очень красиво. Это тебе. Не понимаю. Дорогая, это подарок. Мне так давно хотелось отблагодарить тебя за все. Что вы? Наверное, вы меня разыгрываете. Это очень дорогая вещь перед эханым. Я не могу ее принять. Возьми. Ты ее заслужила. Право не стоит перед эханым. В этом доме работало так много людей, Фердевс. Но признаюсь, никто кроме тебя не проявил ко мне столько интереса, тепла и заботы. Будет вам перед эханым. Ты всегда искренна. Тебе можно верить. Ты прекрасно ухаживаешь за мной, Фердевс. Просто не знаю, мне так неудобно. Бери, бери. И огромное спасибо. Мои годы на исходе, так что я бы хотела оставить тебе что-нибудь на память. Не надо так перед эханым. Да пошлет вам Аллах здоровья. Вас ждет еще много прекрасных лет. Надеюсь, что всех нас, Фердевс. Большое вам спасибо. Это тебе спасибо. Ты рядом, и мне спокойней. Спасибо. Видишь, вон ту красавицу. Белую. Такую же яхту хочу купить себе. Когда я приехал в Стамбул, это стало моей мечтой. Приобрести себе небольшое судно, чтобы рыбачить. Плавать в самом сердце Стамбула. Хорошая мечта. Конечно, не в одиночку. Когда человек один, ему мало что доставляет удовольствие. Согласна со мной? Давай уже пойдем. У меня дела. Пойдем, если хочешь. Мехребан, ты вечером свободна? Я опаздываю. Меня ждет Шахризат. Еще не так уж и поздно. Ты не ответила на вопрос. Давай сходим в кино. Обычно я провожу вечер дома. С Каном. Мехребан, не делай из себя затворницу. Нужно отдыхать. Ты имеешь право жить. Когда за тобой зайти? Можно вас? Дай, Финди. Да, Финди. Не делай из себя. Ну, ты неces door. Финди fidерь. Welcome. Меня пройдет. Давай. Смех. Не беру. Можно я Danish. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Полуоткрытое помещение решит эту проблему. Верно. Так мы сможем расширить пространство на открытом воздухе летом. Привет. Все еще работаете? Откуда ты взялся? Смотрю, ты не звонишь, вот решил забрать свою жену. Как там ваши башни Азии? Они должны изменить облик города. Признаюсь, я горжусь своей подругой Керембей. Блестящая работа. Это же моя супруга. Она великолепна. А Нур звонил? Нет, мне уже немного неспокойно. Не волнуйся, я поговорил с ним. Муниципалитет запросил еще одну встречу утром. Муниципалитет? Да. Возможно, они объявят о тендере, но вряд ли что-то выйдет. Столько времени ушло на эту работу, а результата никакого. Они его замучили. Он не пойдет навстречу. К вечеру должен вернуться. Молодец, мой мальчик. Как он хорошо кушает. А еще он очень послушный. Мой сынок такой умный. Видишь, как он смотрит, мама? Как будто все понимает. Какой прелестный малыш. Дай-ка мне его. Я его покачаю. Папа, лучше я. Букет. Позволь, я возьму. О, я вырастила столько малышей. Вот. Оп. Му, безумно соскучилась по запаху детишек. Даст Аллаха своего внука, удастся понянчить. А, Аликемаль. Букет. Сядь, дочка. Сядь, моя красавица. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Айше, как это называется? А в чем дело? Что за чай ты заварила? Зачем такой крепкий? У моей матери давление. В доме еще двое пожилых людей. Завари слабее. Ты что, глупая, слов не понимаешь? Завари слабее. Зачем ты кричишь на Айше? Она лучше знает, какой заваривать чай. Дядя Бурхан и тетя на Диде пьют только такой. А тебе-то что? Не вмешивайся. Странная ты особа. Возьми и завари сама, если тебе не нравится. Зачем ты срываешься на других, как Мигера? Послушай, следи за тем, что говоришь. Что-что? Посмотрите на нее. Живет здесь без года неделю и уже скандалит. Да не связывайся ты с ней. Она действует мне на нервы, я не могу молчать. Гони. Она неуравновешенная особа, лучше с ней не общаться. Она, по-моему, чокнутая. Да. Спасибо. Алло? Фердевс, не показывай маме, что это я звоню. Что? Фердевс, не дай маме догадаться, что говоришь со мной. Пусть думаешь, что это кто-то из твоих родственников. Не понимаю. Я не могу по телефону, мне нужно срочно с тобой встретиться. Но мне... Я сейчас в парке. Придумай что-нибудь. Скажи маме, что кто-то из твоих родных, ну, болен. Не позволяй задавать слишком много вопросов. Хорошо, но как... Фердевс, сообрази что-нибудь. Немедли. Поверить не могу. Какое несчастье. Что ты говоришь, невестка? Оденься потеплее. Захвати сумку и сотвой телефон. Сегодня домой ты не вернешься. Все понятно. Я жду. Собирайся побыстрее и выходи. Ладно. Не могу передать, как я расстроена этим известием. Хорошо, невестка. Хорошо. Да, дорогая. Разумеется. Я все поняла. Ни о чем не беспокойся. Приеду, приеду. Да поможет нам Всевышний. Что случилось, Фердевс? И не спрашивайте перед эханым. Дочь моего дяди ногу сломала. Говоришь, ногу сломала? Как же? Спускалась она дома по ступенькам. Свет неожиданно погас. И тогда бедняжка скатилась с лестницы вниз. Ай-яй-яй. Вызвала врача, и он наложил ей гипс. Пусть скорее поправляется. Спасибо. Перед эханым. Моя невестка жалуется, что ей некому помочь. Ей очень тяжело. Думаю, мне нужно навестить ее. Вы не могли бы меня сейчас отпустить. Ты что? Опомнись, ночь на дворе? Да, конечно. Но бедняжка лежит совершенно одна со сломанной ногой. Она пожилая женщина. Аллах свидетель. Сейчас она настолько слаба, что не может даже налить себе чая. Неужели совершенно некому о ней позаботиться? Если бы было кому, разве я оставила бы вас перед эханым? Выходит, ты оставляешь меня одну? Нет. Сейчас я сообщу Нури и Фенди. Он пришлет свою жену. Помните, как-то раз мы уже так делали? Разумеете, если вы не возражаете. Не возражаю. Я сама поговорю с Нури и Фенди. Ступай. Да, с вашего позволения. Я пойду, пока не поздно. Огромное спасибо за понимание перед эханым. Доброй ночи. Не забудь позвонить, когда едешь. Позвоню непременно. Всего хорошего. Любимый, нам обязательно идти на этот вечер? Нет. А что? Ничего. Просто я как-то не горю желанием. Я предупредил Акина, что, возможно, мы и не придем. Это правда? Угу. Как я рада. Мне так не хотелось туда идти. Разве я заставляю тебя делать то, что тебе не хочется? Я же тебя люблю. Это сейчас ты такой. А появится ребенок, и ты начнешь не пренебрегать. Никогда. Будь уверена. Ее мать умерла. Ай, бедная девочка. У нее больше нет родственников? Пока не знаем. Ищем. Извините, что спрашиваю. Но че это ребенок, Анорбей? Кого-то из ваших знакомых? Фердевс. Пообещай, что никому не расскажешь то, что сейчас услышишь. Можете на меня положиться, Анорбей. Вы же меня знаете. Разумеется, разумеется. Но это очень деликатный вопрос. Я догадываюсь. Девочку зовут Нилюфер. Это дочь Ниль? Ниль. То есть она дочь вашей прежней... Тогда я спрошу. Я и так ужасно подавлен. Похоже на Ниль Ханэм. Это правда. От Анорбея есть новости? Да так. Неважно. Что-то произошло? Да. У Анура проблема. Очень большая. Какая? Что случилось? Говори же, Керем, в чем дело? Шахризат ничего не должна узнать об этом. Ведь речь не о другой женщине. Нет, милая. Это здесь ни при чем. А что? Пообещай, что ничего не расскажешь, Шахризат. Если это ее опечалит. Я не могу не сказать. Ты же понимаешь? Это ее опечалит? Опечалит. Ну, Анор, ни в чем не виноват, Бину. Керем, рассказывай уже. Это давняя история. Что за история? Ладно, я ничего не скажу. У Анура есть дочь, Бину. Дочь? Каан. Сынок, убери, наконец, свои игрушки. Что за беспорядок? Разбросал их повсюду. Я не успеваю за всем следить. И Гюльджан взяла выходной. Мама, я все соберу. Да, и карандаши убери. Скорей. Фердефс, вот, возьми. Закажешь по телефону все, что понадобится. Не стесняйся, покупай то, что необходимо. Не беспокойтесь, все куплю. Анор, бей. Сколько мы здесь пробудем? Пока не знаю, Фердефс. Я еще не решил, как быть, так что не спрашивай. Соберусь с мыслями, тогда посмотрим. Нелюфер, ты пока побудешь здесь, тетя Фердефс. Хорошо? М? Мне нужно отлучиться. А ты пока поешь, поиграй и слушайся тетю. Договорились? Ты больше не придешь? Я приду. Не придешь, я же понимаю. Нелюфер, не говори так. Я вернусь. Ты пока ложись, отдохни, а завтра увидимся. Хорошо? Нелюфер, милая, не обижайся, а? Я же сказал, что завтра приеду. Ты мне веришь, а? Не переживай. Тетя Фердефс сделает все, что ты захочешь. Фердефс, оставляю Нелюфер на тебя. Не постойте. Когда будете ложиться спать, не выключай свет. А то Нелюфер боится темноты. Не мэд. Да, Надиде Ханэм. Куда запропастился наш чай, дочка? Сейчас принесу Надиде Ханэм. Бегу. Не так внимательно смотрит. Папа, завтра у нас в школе будет собрание. Собрание? Мы придем. Правда, Айсу? Пап, ты лучше приходи один. Аонор. Милая. Любимая. Я так скучала. Я тоже. Я волновала из-за тебя. Ты не звонил. Не было возможности. Как я устал. Столько времени в доме. Папа! Оп. Сынок. Как дела? Что ты без меня делал? К нам приезжала бабушка Переде. Мы с ней вместе рисовали. Правда? Какой ты у меня молодец. Ты голоден? Что-нибудь поешь? Да, только руки вымы. Хорошо. Анор. После ужина съездим к твоей маме. Понимаю, ты очень устала и все же. Что-то произошло? Она мне только что звонила. Ее очень тоскливо. Родственница Фердевс вроде как сломала ногу, и Фердевс пришлось к ней поехать. Передоханным толком не поняла, что случилось. Почему она не позвонила мне? Просто не хотела беспокоить, ты был в дороге. Меня насторожил ее голос. Ты же знаешь, ее нельзя оставлять одну. Может, позвать ее сюда? Я звала. Но она сказала, что хочет остаться дома. Пожалуйста, Анор, съездим к ней после ужина, чтобы не переживать. А с Каном как быть? Мехребан с ним посидит. Да и скоро спать. Убедила. Съездим. Хорошо. Мехребан! Добро пожаловать, Анор, дни. Мехребан, после ужина мы с Анорбием должны съездить к Передоханным. Ты с Каном не посидишь? Разумеется. О чем речь? Что-нибудь поизящнее. Как вам? Очень красивый букет. Большое спасибо. Вам спасибо. Благодарю. Всего доброго. До свидания. Мехребан? Халдун. Здравствуй. Привет. Ты готова? Я выезжаю за тобой. Жди, скоро буду. Я звоню как раз по этому поводу. Произошло непредвиденное. Шахризат сегодня вечером необходимо поехать к свекрови. И? Нельзя оставлять ребенка одного. Сегодня я не смогу никуда пойти. Ясно. Прости меня. Может быть, получится в другой раз. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Она так толком и не рассказала, что там произошло. Выскочила из дома и понеслась, как будто на пожар. Наверное, дело очень срочно. Иначе бы Фердевс так себя не вела. Ты прав. Лишь бы ничего плохого не случилось. Анор, давай позвоним Фердевс? Я уже звонила ей, Шахризат. Телефон выключен. До этого она не общалась с родственниками. Мне не доводилось слышать, чтобы кто-то ей звонил. Мы найдем тебе новую помощницу. Не переживай, мама. Мне не нужна новая помощница. Мне нужна Фердевса, Нур. Хорошо. Но пойми, у нее дела. Фердевс решит свои проблемы и вернется. А пока побудете с нами передыханным. Мы с Шахризат решили, что ты поживешь у нас. Именно. Просто не знаю. Разве одной тебе лучше? Как-нибудь справлюсь, сынок. Ты не беспокойся. Не хочу причинять вам неудобно. Ну что вы. Я обижусь передыханным. Вам нужна только Фердевс? Хорошо. Но решайте, либо мы заберем вас к себе до ее приезда, либо останемся с вами здесь. Шахризат, ну какая же ты прелесть. К тому же вы знаете, как Каан вас любит. Он вам очень обрадуется. Выпей молоко, милая. Ведь ты так толком ничего и не поела. Моя хорошая, хотя бы пару глоточков. Прошу, ради меня. Давай. Смотри-ка, теперь у тебя усики. Как же ты похожа на свою мать, Нелюфер. А ты что, знала мою маму? Да, девочка, знала. Ты такая же красивая, как она. Моя мама умерла. Теперь она наблюдает за тобой с небес. Ей бы очень хотелось, чтобы Нелюфер попила молока и поспала. Она меня видит? Конечно, видит. Дорогая, матери отовсюду наблюдают за своими детьми. У тебя есть дети, Фердевс? Нет. Мама мне всегда перед сном рассказывала сказку. Если хочешь, я могу тоже рассказать, милая. А завтра мы прогуляемся с тобой в парке, подышим свежим воздухом. Ты не против? В Визмире мама каждые выходные водила меня в парк. А вернувшись домой, мы ели сэндвичи. Завтра мы тоже поедим. Я куплю тебе все, что захочешь. Мы с тобой отлично проведем время в парке. Договорились? Но мама больше не вернется. Мама больше не вернется. Я всю ночь глаз не сомкнул. В голове сумятица. Не представляю, что делать. Давай хорошенько поищем. Наверняка у нее есть родственники. Может быть, но проблема не в этом. А в чем же? Если Нильфер мой ребенок, то мне следует принять на себя ответственность. Мы расстались, когда Ниль была беременна. Я просил ее сделать аборт и больше не звонил, ни о чем не спрашивал. И теперь у меня на руках оказывается дочь. Ее мать показала ей мое фото в газете и сказала, вот твой отец. Я сойду с ума, Керем. Все очень непросто. Согласен. Нильфер нужно вместе со своими сверстниками ходить в школу. Ей нужно чувствовать семейное тепло. А все, что я смог, это приставить к ней Фердевс. Что я за человек? Что ты будешь делать, если не найдешь ее родственников? Не знаю. Когда ты скажешь обо всем шахризатке? Ты что? Ты же не скроешь этого. Придется ей сообщить. Как я могу? Рассказать подобное шахризатке, Керем. Ты подумай. Анор, посуди сам. Как ты сможешь утаить этот факт? Пока что я не готов. У меня сплошный сумбур в голове. Как я ей расскажу обо всем? И что ты намерен делать? Долго будешь это скрывать? Сначала определюсь с ней Лефер. Затем буду действовать. Как именно? Не знаю. Сначала надо свыкнуться с мыслью. Тебе виднее. Но, по-моему, ты играешь с огнем. У вас сегодня совсем нет уроков? Совсем. Весь день будут проводить родительские собрания. Ясно. Посмотрим. Надеюсь, что ваш папа принесет только хорошие новости, девочки. Готовы? Готовы, папа? Тогда пошли, а то опоздаем. Айсу, разве ты не пойдешь? Ступай вместе с мужем. Какое тебе может быть дело до нашего собрания? Букет. Букет. Разве можно так себя вести? Ничего, мама. Все в порядке. Я не пойду, если им не хочется. Разумеется, не пойдешь. Букет, хватит. Разговаривай с Айсу вежливо. А если я не буду, что ты сделаешь? Букет. Я не пойду в школу. Если хочешь, отправляйся без меня. Букет, а ну иди сюда. Али Кемаль. Али Кемаль. Букет. Какая избалованная девчонка. Мама, не обращай на нее внимания. Букет. Букет. Букет, открой дверь. Уходи. Букет, дочка, открой. Бурджу, иди вниз и обувайся. Оставьте меня в покое. Недави на нее, Али Кемаль. Уходи все. Изволь ей побыть в одиночестве какое-то время. Да, но ты слышала, как она разговаривает? Не переживай, я поговорю с Букет. Больше она так не будет. Ступай, сынок. Идите на собрание с Бурджу. Я должен позволять ей так себя вести? Грубить взрослым? Чем Айсу ей мешает? А, Али Кемаль, не ходи к ней, делай, что я велю тебя. Бери Бурджу и вступайте в школу, вы опоздаете. Что творится в этом доме? Маленькая девочка верховодит всеми в семье. Ох, если бы мне отдали ее на воспитание, поставила бы я ее на место. Ти-и-и, они ведь услышат, мама, молчи. А ты что сидишь сложа руки? Почему сразу сдаешься? Сделала бы вид, что ты выше этого. Привела бы себя в порядок и отправилась с ними. Мой час настанет, не переживай. Ганни, можно тебя на минутку? Что случилось? Снова проблемы с компьютером? Ну что ты? Неужели я не могу позвать тебя по другой причине? Что такое? Мне нужен твой совет. Ты ведь хорошо разбираешься в кино. Не могу решить идти на этот фильм или нет? Посмотрим. О, фестивальный фильм. Можешь не сомневаться, тебе понравится. Ты всегда ходишь на фестивальные кино? Да. Как можно жить в Стамбуле и не следить за фестивалями? Это даже неприлично. Верно. Тогда выбери несколько фильмов и сходим вместе. Сходим? Хорошо. Отлично, Ганни. Ганни. Где предложения от производителя керамики? Я их убрал в шкаф. Мне сходить за ними? Нет, нет. Я сама. Спасибо. Шахризат. С вами все хорошо? Шахризат, все в порядке? В порядке. Хюнер, принеси одеколон. Тихо, тихо. Так. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, Ганни, правда. Я сейчас вызову врача. Нет, дорогой мой. Не нужно. Просто резко встала и закружилась голова. Она болела с самого утра. Может, нужны лекарства? Я схожу, куплю. Не надо. Я уже кое-что выпила. На всякий случай стоит измерить давление. Так нельзя, Шахриз. Успокойся, Ганни. Не нужно суетиться. Все хорошо. Посмотрим, что скажет твой учитель. У тебя нет больше никаких проблем с английским? Бывают. Я знаю, дочка. Ты справишься. Я верю в тебя, Бурджо. Ты отличная ученица. Ты хорошо выучила дроби? Их мы изучали в прошлом году. Ты даже этого не знаешь. Иногда в жизни нам приходится сталкиваться с вещами, которые нам не по душе. Но мы не можем решать свои проблемы криком. Ведь правда же, милая? Я их всех ненавижу, бабушка. Что ты говоришь? Больше не хочу от тебя этого слышать. Так нельзя себя вести. Только Айсу у нас в школе не хватало. Помнишь, о чем мы с тобой недавно говорили, Букет? Ты уже большая девочка. И тебе следует проявлять внимание. Ты должна заботиться о брате и сестре, милая. Но если будешь злиться, у тебя ничего не получится. Бабушка, я и так все время думаю о брате и сестре. Я хочу забрать их и отправиться в кайсере к маме. И я этого не слышала. Разве можно так? Здесь твоя школа. Рядом дедушка, папа, дядя. Ведь мы все тут живем. Но мне не хочется видеть Айсу. Еще и мать ее приехала. Нужна она здесь. Тсс, Букет. Ну пойми, бабушка, не хочу я их видеть. Отдайте мне у муты, и мы поедем в кайсере. Мне хочется жить с мамой в ее доме, а вы не пускайте. С моей мамой и другая мне не нужна. Хюнер, мне никто не звонил? Нет, Михребан, насколько я помню. Заварю чай, Шахвизат. Я купила к нему вкусных булочек. Ты чудо, Михребан. Михребан, погоди. Иди-ка сюда на минуту. Ты ждешь от кого-то звонка? Нет. А что такое? Не успела ты зайти, как спрашиваешь, кто звонил? Должна была звонить Зюхре. Я хотела поблагодарить ее за подарок, но не смогла с ней связаться. Но ведь ты уже звонила Зюхре, чтобы поблагодарить за подарок. Разве не так? Мы тогда не смогли толком поговорить. Михребан, присидь, пожалуйста. Я хотела заварить чай, Шахвизат. Потом, дорогая. Это не к спеху. Присаживайся. Но ведь мне... Что ты скрываешь от своей сестры, Михребан? Ничего же, Шахвизат. Что я могу от тебя скрывать? Кажется, мы немного увлеклись покупками. Мы только начали, Бинну. Для моего единственного племянника этого мало. Ты его уже сейчас так балуешь, что же будет, когда он появится. Посмотрим. Я вымою руки и приду. Давай. Тебе заказать что-нибудь? Пожалуй, я буду пиццу с сыром и апельсиновый сок. Хорошо? Угу. Хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. Простите. Здравствуйте. Что закажете? Понятия не имею. Что бы ты посоветовала? А вот меню. Можете выбрать? В меню заглядывать бесполезно. Что бы заказала ты сама? Я бы здесь вовсе ничего не ела. Что так? Мой желудок только расстроится. Потому что здешняя еда стоит бешеных денег. Нет уж. Забудь про деньги. Скажи лучше, какая пицца здесь лучше? Так у вас денег корни клюет. Здорово. Тогда я посоветую вам самую дорогую. Хорошо. Пусть так. Какая стоит дороже всех? Понятия не имею. В меню все написано. Ну, рассказывай, Михребан, что происходит? Ничего не происходит, Шехризат. Правда, ничего. Почему ты спрашиваешь? Скажи, какие у тебя отношения с Халдун Бейн? О чем это ты, Шехризат? Дорогая моя, любимая сестра. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Понимаешь? Еду еще не принесли, я проголодалась. Сейчас принесут. Вот. Прошу, господин богач. Самая дорогая. Сузен? А вы что, знакомы? Ты работаешь тут? Что с магазином? Я звонила тебе, но ты не ответила. Принеси еще что-нибудь. Сузен, милая, прошу. Ты не поговоришь со мной? Как твой отец? Он поправился? Приятного аппетита. Кто эта девушка? Вы знакомы? Бинно, откуда ты ее знаешь? Забудь. Это не важно. Ты упомянула магазин? Что за магазин? Оставь. Давай есть. Приятного аппетита. Как тебя зовут? Мюллифер. Ты первый раз гуляешь в этом парке? Первый. Это твоя мама? Нет. А где же она? У меня нет мамы. Не грусти, пойдем поиграем. Не хочу. Пошли. А Нурбей? Как дела, Фердевс? Все по-прежнему, А Нурбей. Ничего нового. Где вы? В парке. Хорошо. Мюллифер поела что-нибудь? Да, кое-что. Как она, Фердевс? Повеселела хоть немного? Пока, если честно, она все такая же грустная, А Нурбей. Совсем не улыбается. Понятно. Развлеки ее немного. Постараюсь, А Нурбей. Я пытаюсь сделать для нее все, что в моих силах. Фердевс, я понимаю, что это большая ответственность для тебя. Но мне больше некому довериться, ты же знаешь. Спасибо, А Нурбей. Вы приедете сегодня вечером? Может, увидев вас, она... Я приеду, приеду. Не волнуйся. До встречи. До свидания. Нурхайдханам. Слушаю, А Нурбей. Пригласите ко мне, пожалуйста, адвоката Мехмед Бея. Хорошо, Ефинди. АНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Тебя не дерзали муки совести? Злодей. Убийца. Долгие годы я раздумывала, как отомстить тебе. Я мечтала о том дне, когда заставлю тебя расплатиться за все. Но мне нужно было сохранить себя ради сына, которого оставила мне сестра. Я запрятала глубоко в сердце ненависть к тебе ради счастья, Керема. Мене лежит в этой могиле уже 34 года, а ты продолжаешь жить. У тебя нет на это права. Нет! Я сам это понимаю. Понимаю. Нет. Если бы я была таким же низким человеком, я бы тут же задушила тебя своими собственными руками. Если бы вы только были способны на это, госпожа. Если бы. Как бы я этого хотел? Убирайся. Убирайся отсюда. Вы совершенно правы, госпожа. Я не достоин жить на этом свете. Но жизнь заставила меня расплатиться за все мои прегрешения. Этого мало. Все равно мало. Никаких страданий не хватит, чтобы искупить твою вину. Если бы только я был достойным человеком, я бы сам ушел из этого мира. Но я не такой. Что поделать? Убирайся. Пошел вон. Спасибо за все, Севальханым. Я очень благодарен вам. Успеваемость ваших девочек Последние недели упала Алики Мальбей. Они стали плохо учиться? Бурджу значительно сдала. Ой, Аллах. Не позаниматься ли ей дополнительно? Возможно, это поможет. И все же, как мне кажется, есть проблемы поважней. И в чем она? Поведение девочек очень изменилось. Бурджу послушная, спокойная. Но она витает в облаках. Ее как будто нет на уроках. Понятно. А Букет? Поведение Букет беспокоит меня еще больше. Да? Букет. Мы очень гордимся, как одной из лучших своих учениц. Но в последние дни она стала очень вспыльчивой и раздраженной. Я не узнаю ее больше. И дома она часто скандалит. Мне известно, что вы развелись с Фисунханым. Кажется, дело в этом. Наверное. Но вы же находитесь рядом с девочками постоянно? Других изменений в семье нет? Я снова женился. Так скоро после развода. Конечно, на детей это очень сильно повлияло. Может быть, сводить девочек к психологу? Что вы на это скажете? Разумеется, можно. Но и вам необходимо проявлять к ним больше интереса и внимания. Им нужно, чтобы вы их любили, оберегали. О них заботились и почаще с ними разговаривали. Согласен. Приятного аппетита. Спасибо, Михриба. Что такое, Шахризат? Над чем ты смеешься? Над твоей рассеянностью. А что случилось? Я допустила какую-то оплошность? Нет, милая. Я попросила принести мне чай, а ты принесла кофе. Но это не важно. Извини меня, Шахризат. Позволи мне. Нет. Поставь. Давай принесу печаль. Михрибан, пусти, пусти. Я с удовольствием выпью твой рассеянный кофе. Да уж. Ну, когда вы снова встречаетесь с Халдунбейм? Мне неизвестно. Как неизвестно? Он не звонил? Он вчера предлагал сходить в кино, но у меня не получилось. Да? Потому что выполняла мою просьбу. Ничего, все в порядке. Я же не могу оставить Каана одного. Понятно, Михрибан. Ты отвергла его предложение, и ему было неудобно после этого тебе звонить. Не важно. Нет, очень важно. Теперь звони ему сама. Разве можно так делать, Шахризат? Разумеется, почему нет? Нет, мне так неудобно. Михрибан, ты позвонишь. Теперь ты должна сделать первый шаг. Подумай, сколько раз он тебе звонил. Ты правда так считаешь? Я уверена в этом. Ну же, где твой телефон? Смотри, вот он. Давай. Звони. Что сказала учительница? Сказала, что все в порядке. Говори правду, папа. Она на нас жаловалась? Нет, дорогая моя. У вас есть плохие оценки, но ваша учительница очень вас верит. Сказала, если вы постараетесь, то все исправите. Понятно, папа. Наши преподаватели любят нас только за отметки. Ну что ты, бурджу. Они любят вас не за это. Но если вы проявите интерес к учебе, они полюбят вас еще больше. Так что не волнуйся. Мы вместе позанимаемся и исправим ваши оценки, хорошо? Да, пап. Куда мы теперь пойдем? Домой. Ты уверена? Уверена. А куда еще идти? Сегодня же нет занятий. Давай прогуляемся, повеселимся. Давай. А еще пройдемся по магазинам. Здорово. Тогда пошли. Зачем ты ставишь эту тарелку, Айши? А что такого? Я посчитала. Она лишняя. А посчитать Ганни не забыли? Но ведь его нет дома. Думаешь, к ужину он появится? Да или нет, не важно. У Ганни за этим столом есть свое место. Айши, доложи в салат лимон и масло. Сейчас. Бабушка, а где папа и Бурджу? Скоро приду, дочка. Почему они так долго? Опять ты раздражаешься, букет. Подожди немного. А вот и они. Иди встречай сестру и папу. Мы дома. Всем добрый день. Здравствуй. Дочка, ты с нами не поздороваешься? Мы с папой ходили в магазин. Замечательно. Мы с Бурджу отлично провели время. Нам было очень весело. В следующий раз и ты с нами пойдешь. Да, дочка? На, букет. Мы купили это тебе. Что внутри? А это подарок. Тебе, Айсу. Мне подарок? Милая моя, не стоило себя утруждать. Большое спасибо. Надеюсь, тебе понравится. Дорогая, конечно, понравится. Открой же. Подожди. Сначала я обниму Бурджу. Бурджу. Как тебе не стыдно? Дочка, ты что? Почему ты обиделась? Не нужны мне ваши подарки. Бурджу, отныне ты мне больше никакая не сестра. Букет, в чем дело? Это из-за того, что Алик и Маля и Бурджу сделали мне подарок. Ты эту женщину еще назови мамой. Тебе не стыдно? Признайся. Как быстро ты забыла нашу маму. Ее выставили из этого дома, Бурджу. Да еще и вместе с Бурджин. Букет. Букет. Не плачь, дочка, не плачь. Не надо. Я же ни в чем не виновата. Иди сюда. Хватит. Хватит, дочка. Букет меня не любит. О, она еще ребенок. Все образуется. Просто ее здесь избаловали. Нариман, не суй свой нос, куда не бросит. Но я... Бурджу, иди умойся. Алик и Маляй, супредите к себе. Бурхан Бей уже скоро вернется. И он не должен догадаться о случившемся. Понятно? Вам доставили вот это, Аннур Бей. Как вы их заказывали? Угу. Спасибо. Положите. У вас есть еще ко мне поручение? Нет, нет. Можете идти. Вы еще останетесь поработать? Я тоже скоро пойду. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Тебе больше не хочется играть с куклой, дорогая? Нет. Тогда давай порисуем. Нет, мне не хочется. Может, тогда поиграем во что-то другое? Нет. Так нельзя, милая моя. А, я придумала. Давай поиграем в города. Сядь со мной рядом. Иди. Иди. Вот так. Мне не хватает мамы. Я знаю, как ты по ней скучаешь. Мне было столько же лет, когда умерла моя мама. Твоя мама тоже умерла? Умерла. Погибла в аварии? Нет. Она заболела. Я училась в начальной школе. Как-то вечером маме стало плохо. Папа тут же отвез ее в больницу. Они уехали. И я больше никогда не видела маму. Я даже не успела поцеловать ее в последний раз. Как я мучаюсь при этой мысли. Не плачь, тетя Фердевс. Ты называешь меня тетя Фердевс, дорогая моя крошка. Прелесть ты моя. Солнышко. Милая. Девочка моя. Меня обрадовал твой звонок, Михрибан. Я боялся, что мы с тобой больше не увидимся. Почему? Вчера вечером ты сказала, что не придешь. Я подумал... О чем? Вдруг ты ищешь предлог. То есть? Я подумал... Возможно, ты просто не хочешь больше меня видеть. Ну что-то вовсе нет. Выходит, я ошибся. Ошибся. Признайся. Ты бы позвонил мне, если бы я тебе не позвонила. Конечно. Правда, я бы еще очень долго ждал, чтобы набраться смелости. Сколько ты накупила? Это все не я, Бурак. Не останови я его, он бы скупил весь магазин. Да, не просто быть дядей. Пусть Бурак поймет, что такое ответственность. Ты думаешь о чем-то другом? Сегодня я видел Сызенкери. И? И все? Я говорю, что видела Сызен. Ты не хочешь спросить, где я ее видела? Как у нее дела? Меня это больше не интересует, Бину. Пойми это. Нет, не понимаю. И не могу с этим смириться. Давай не будем об этом. Почему? Думаешь, ты поступил правильно? А что, разве нет? Мама права. Тому мужчине я ничего не должен, Бину. Ничего. Мы сейчас не о твоем отце, а о сестре, в жизнь которой ты вошел. Перевернул все вверх дном и с тех пор даже ни разу не позвонил. Бину, она мне не сестра. Она дочь Сымиха Усшенера. Как у тебя все просто? Да. Очень жаль. Бедняжка. Зря она обрадовалась своему брату. Ты не понимаешь, Бину. Не понимаешь. Если я буду видеться с Сызен, я буду вынужден встречаться с тем мужчиной. Что мне тогда делать? Как его называть? Убийцей моей матери или, может быть, отцом? Как по-твоему? Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Можно вас? Извините, это не мой столик. Пересяду сюда. Этот твой? Так и будешь ходить за мной. Если захочешь, то буду. Я Бурак. Так меня зовут. Неужели? Очень оригинальное имя. Мне так важно его знать. Как тебя взяли сюда на работу? Ты ведь такая язва. Если и дальше будешь отвлекать меня от дел, меня точно уволят. Говори, что ты хочешь, и я подам. Ответь, откуда ты знаешь Бину? Ну, ведь она жена моего старшего брата. А я сингл, как говорят англичане. Сингл. То есть у меня никого нет. Не могу передать, как я рада этой новости. Мне-то что с того? Постой, постой. Когда ты заканчиваешь? Что? Может, прогуляемся? Чего тебе надо? Ты спятил? Тихо. Что ты кипятишься? Я просто спросил. Может, прогуляемся? Да иди ты. Добрый вечер, Анарбей. Добрый вечер, Фердевс. Как дела, Нелюфер? Смотри, я привез тебе новые игрушки. Спасибо. Посмотрим вместе. Тебе нравятся пазлы? Нравятся. Красивые? Знаешь, что такое монополия? Когда-нибудь играла? Мы играли с мамой в эту игру. Здорово. Извините, Анарбей. Можно ненадолго вас отвлечь? Открывай коробки, я сейчас приду. Вы нашли какой-то выход, Анарбей. Это нелегко, Фердевс. Пока думаю. Я понимаю, Анарбей, но передыханым звонит мне с расспросами по пять раз на дню. Я уже просто не знаю, что ей отвечать. Я поговорю с мамой, Фердевс. Ни о чем не беспокойся. Понятно. Но меня еще больше тревожит Нелюфер. Тебе с ней сложно? Проблема не в этом. Добро пожаловать. Прошу. Бабушка, добро пожаловать. Спасибо. Осторожней, милый. Не мешай нам обниматься, мамочка. Мы с внуком так друг по другу соскучились. Как поживаешь, бабушка? Хорошо, Каан. А встреча с тобой мне стала еще радостнее. Мне тоже. Прошу, проходите. Дай-ка мне руку, мой хороший. А Нур еще не пришел? Нет, не пришел. Я позвоню ему и сообщу, что вы у нас дома. Не поймите меня неправильно, Анарбей. Но девочка совсем не улыбается. Что бы я ни делала, ей все не в радость. У нее столько горя на душе. У меня просто сердце разорвается. Я понимаю. Что-нибудь придумаем. Я поговорил с адвокатом. Выход найдется. Надеюсь. Разумеется, тебе нужно набраться терпения. Не сомневайтесь. Я сумею со всем справиться. Я понимаю, что возложил на твои плечи тяжелый гуру, Сфердевс. Но это очень важное дело. Я больше никому не могу его доверить. Если бы я действительно могла чем-то помочь. Но я не могу развеять печальнюю Люфер. Бедняжка улыбается только тогда, когда видит вас. Она знает, что вы ее отец. Но думает, что вы ее не любите. Поэтому очень переживает. Алло. Фильм дублирован объединением русский дубляж по заказу телеканала Домашний. Редактор субтитров А.Семкин